Любовь к цветам у Ханифы Пасмуровой с детства, когда стала восхищаться их красотой, не помнит. Росли в деревне, дома всегда были комнатные цветы. Восхищение имя так и осталось на всю жизнь. Бабушка и мама всегда выращивали цветы, овощи, фрукты. Всегда. Даже после кончины мамы, соль свиньи небесные, отец до 87 лет сам жил дома один, и у него комнатные цветы всегда росли. Поэтому у нас у всех так вот. Цветы в доме и на приусадебном участке, когда 9 лет назад вышла на заслуженный отдых, появилась возможность полностью посвятить себя им. Хоть и говорит Ханифа Пасмуровой, что растут сами, лукавит. Чтобы из крохотного семечка выросла такая красота, труда нужна немерено. Потому и сезон огородный у нее круглый год. А он у меня не заканчивается. Круглый год так получается. Почему-то не заканчивается. Ну, единственное, у меня вот конец октября, декабрь месяц, как бы спокойно уже. А в январе уже начинаю я сажать, сею стому. В феврале уже там у меня уже, значит, помидоры ранние сажаю. Уже во дворе всех приходящих в дом встречают пышные петуни, розы, герани и капризные устомы. Без секрета такую красоту не вырастешь. Секрет. Любить их надо. Разговаривать с ними надо. Поливать надо вовремя. Кормить надо вовремя. Вот и все. Весь секрет. Арбузные сорта называются. Они очень вкусные такие. Толстая кожура, мясистые. Есть у Ханифа Пы время и на овощи. Одними цветами сыт не будешь. Подход к выращиванию стратегического запаса научный. Крупные помидоры уже переехали с открытого участка под крышу дозревать. Перец тоже, а лук отправился в опустевшую теплицу. Должен высохнуть, чтобы потом хранился до следующего урожая. Вот так плетем. Они сейчас пока еще сырые, как-то не очень-то. И вот так получается. Косичка красивая. От когда-то большого хозяйства сейчас остались только куры. У Ханифа Пы их аж 40 штук. Говорит, разводить их интересно. Пород несколько. Потому и яйца всех цветов. Есть и белые, и коричневые, и зеленые. Мы и лошадей держали, и овец, и все-все-все живности. Кроме коз. Коз почему не стали держать? Они свободу любят. Мне просто их жалко здесь держать. Сейчас август, и огород уже щедро радует урожаем. А получать его здесь начинают уже в мае. Все уже огурцы пропадают, как говорится, мы уже в середине мая начали есть первые огурцы. Не меньше, чем на участке, цветов и в доме. Количество горшков за 60. И все цветут. Есть и привычные всем, есть и редкие. Кто любит влагу, очень даже. Вот кто был в Турции, в Турции во всех отелях они растут. Везде. У них есть сорта белые, персиковые, красные такие, бордовые. Не боится Ханифа Пасмуровой. Вращивают дома цитрусовые. Лимоны, мандарины, апельсины сейчас пока растут. На декабрь назначен сбор очередного урожая. У Ханифы Пасмуровой цветочный рай начинается с самой калитки и заканчивается в самом дальнем уголке дома. Удовольствие. Я вот рано встаю, в 4-5 часов встаю. Первым делом сразу я выхожу в огород и вот во двор. Такой запах стоит. Они все на меня смотрят. Все на меня смотрят. Все меня благодарят. Я их благодарю. Елена Маврина, Максим Майоров, Александр Тимофеев. Новости Зайенска.